Еще одна рабочая неделя подошла к концу. Все самое интересное и важное обсудим в итоговой программе «Неделя в Краснодаре». Я Екатерина Тарасова. Здравствуйте. Итак, главное. Флаги, цветы, прогулки и мороженое. Как Краснодар, Кубань и вся страна отметили День России. Где ветераны и участники спецоперации могут посмотреть полный список положенных им мер социальной поддержки. Новая схема аферистов. Мошенники воруют деньги участников СВО. Замуж за миллионера. Меркантильные дамы, а также альфонсы-кавалеры. Краснодарцы поделились, сколько им нужно денег для полного счастья. Незаконная реклама или как наказать расклейщиков всем городом за чистоту кубанской столицы. Дефицит педагогов или кадровый голод в образовании. Что предлагают молодым учителям в Краснодаре? Канцелярию, одежду, которую не жалко испортить и головной убор. И незапрещенку. Справки, книжки, чемодан, чек-лист для родителей, как собрать ребенка в лагерь. Бесплатные секции и кружки доступного спорта станет больше. 12 июня россияне отметили День России. По всей русской земле прошли масштабные празднования, выступления в фестивале. В Краснодаре утро праздничного дня началось с церемонии поднятия государственного флага. С Днем России глава региона поздравил жителей Краснодарского края, отметив, что основой мощи нашей державы является историческое наследие многих поколений и духовно-нравственные ценности. Праздник, по словам Вениамина Кондратьева, посвящен нашей Родине, земле, которая дает нам силы, кормит и является семьей. Пожелал он всем жителям края здоровья, счастья и удачи. Рудольф Бабаян для этих парней и тренер, и наставник, и медик, если понадобится. Легче дышать, правильно? Так он разминает своих спортсменов перед тренировкой самбо, искусства самообороны, где нет места оружию, а вместо него применяют силу духа и ума. С противника нужно дать понять, что он правильно делает, что назад тянет. Подвернув вперед, он еще больше назад. Если он тянет назад, вы как быка пытаетесь его бросить вперед, это глупо. Сам Бабаян в девятом классе записался в секцию. Уже через год выиграл спаррингу своего тренера. На этой стене почета уже его именитые ученики. Ашот Маркариан, вот он первый в списке. И отметил бы Беслан Мудранов, олимпийский чемпион. Пошел двукратный чемпион мира по самбо, чемпион Европы. Восемь лет подряд был в тройке чемпионатов мира. И у самого за плечами славный путь. Стал мастером спорта международного класса СССР, бронзовым призером чемпионата СССР и выиграл международный турнир. Сейчас у тренеров есть в распоряжении богатая инфраструктура, чтобы воспитывать звезд нового поколения. У нас 58 человек по самбо входят в сборную команду Российской Федерации. И это из 12 муниципальных образований Краснодарского края. Это говорит о том, что мы не только армавир развиваем, мы развиваем весь край. Мы помогаем всех, естественно, всех талантливых ребят. Мы держим на прицеле. И делится главным правилом в своей карьере. Чемпионом может и не быть, а человеком быть обязан. Вот это самое главное правило. Тоже большой человек в спорте Олег Запорожченко. В Йейске он тренирует батутистов. Уже больше полувека своей жизни посвятил этому делу. Занимается со сборной региона, тренирует российскую команду. Воспитал 74 мастера спорта, 7 международного класса. Чем заработал непоколебимый авторитет в профессии. Это люди, которые не только воспитывают сильных духом людей, но и закладывают фундамент сильного государства. Они одни из главных героев на праздновании Дня России в Краснодаре. Пожалуй, в самом объединяющем, патриотичном празднике страны. Будьте крепки духом, держимся вместе. Любим страну, патриотизм, чтобы процветал в наших детях. Родная Россия, с праздником живи, процветай, делай добро для людей. Всего-всего самого-самого земного и неземного. Самый лучший праздник, мне кажется, из всех праздников. Потому что какое-то величие в душе и спокойствие. Поэтому, когда на сцене звучат слова гимна России, зал тоже вторит в унисон. Вениамин Кондратьев и председатель ЗСК Юрий Бурлачко поздравляют земляков с торжественной датой. Губернатор отмечает, что наша страна с великой тысячелетней историей. Пройдя через нелёгкие годы становления, государство стало по-настоящему сильным, готовым твёрдо и решительно отстаивать свою независимость. И такой нашу страну сделал сам народ. Люди разных профессий, религий и национальностей. Уверен глава края. Россия – это люди. Сильные люди. Сильная Россия. Вот то составляющее, которое было всегда в нашем народе, сила духа, мы говорим, несгибаемая воля, железный характер. Он в каждом из нас. Страна, в которой живём, определяет курс политического и экономического развития во всём мире. Да, мы великая Россия. Не на словах, а на деле. Потому что мы смело и решительно отстаиваем свою независимость снова. И сегодня наши ребята там, на СВО, ценой собственной жизни, защищают наш суверенитет, защищают независимость нашей с вами России. И Россия, она всегда себя защищала. Всегда. И наша поговорка «Кто с мечом к нам придёт, от меча ей погибнет». Мы сегодня снова её демонстрируем в действии. Этот день является поводом для того, чтобы подумать о настоящем и будущем нашей страны, вспомнить многовековую историю России, которую она прошла за всё это время, при этом сохранила и культуру, и традиции наших предков. Сегодня Россия мощная, самодостаточная, самостоятельная держава. Сохраним всё, что есть в историческом нашем прошлом. Я хочу пожелать вам всем, дорогие друзья, прежде всего, жить, любить и прославлять нашу великую матушку России. Люди, которые чувствуют сопричастность к судьбе Отечества, это и многодетные семьи, которые растят подрастающие поколения в духе наших ценностей, с опорой на историческое наследие страны. Это военные, которые сейчас стоят за национальные интересы России. Это кубанские аграрии, которые радуют достойными урожаями, вопреки непогоде, в помощь им прославленные селекционеры. Легенда Людмила Беспалова, заведующая отделом в Национальном центре зерна имени Лукьяненко. В эти же минуты получает награду из рук президента. Награда за выдающиеся трудовые заслуги нашла её по праву. Академик также всю жизнь работает на благо страны, обеспечивая продовольственную безопасность. Не могу не сказать про наших учёных, особенно селекционеров. Вот сегодня президент России вручает высочайшее звание Людмиле Андреевне Беспаловой, нашему академику, вручает высокое звание Героя Труда России. Знаете, это сегодняшняя Кубань, это сегодняшний край. Конечно, мы говорим и в целом про Россию. И мы уверенно смотрим в завтрашний день. Аграрии и медики, педагоги, тренеры, строители и учёные работают на общее благо. Сплочённость помогает пережить ответственное время для страны, говорит губернатор. В единении перед лицом общей угрозы всегда была сила русского народа. Мы страна, мы один народ. Мы должны объединиться, по-настоящему объединиться, потому что в одиночку никто ничего не сможет. Прекратить нужно на самом деле всякий разговор. И, конечно, объединиться вокруг нашего президента. Ему кроме России ничего не нужно. Кто бы что ни говорил, ему нужна страна. И, конечно, он делает всё, чтобы великая Россия оставалась великой. Но мы должны все вместе объединиться. Мы вместе и вокруг него. Несокрушимая сила. Несокрушимая, великая русская, российская сила на весь мир. Была, есть и будет. Это мы, но когда вместе. Подрастающему поколению есть с кого брать пример. Символично в этот день самые прилежные мальчишки и девчонки получают паспорта из рук главы региона. Это больше десятка новых граждан страны. Огромная честь, во-первых, в такой день для нашей страны стать гражданином Российской Федерации. Это и гордость, и честь и за себя, и за свою страну. Да, для меня значимый день. Я не один год. Я много лет трудился, упорно работал. И вот добился своей цели. Я со второго по седьмой класс похвально листы получал подряд. Активно участвовал в разных мероприятиях. В школьных, патриотических, военно-патриотических. И во всех основных мероприятиях. В будущем они возьмут на себя ответственность за благополучие шести миллионов земляков. А пока наше поколение сделает все, чтобы передать детям и внукам процветающую, сильную и суверенную Россию. С праздником горожан поздравил глава Краснодара. Евгений Наумов отметил, что праздник с особым смыслом, когда мы вспоминаем наших предков, которые строили нашу страну. И сегодня, живя в России, работая и воспитывая детей, все люди вносят свой вклад в развитие страны. В свою очередь, председатель городской думы Вера Галушко добавила, что наша страна продолжала уверенно шагать по пути процветания. Сохраняя свои традиции, она поздравила с праздником и пожелала благополучия и стабильности в каждую семью. 12 июня праздник, который объединяет все многонациональное население нашей страны, площадью более 17 миллионов километров. Символом праздника является российский триколор. Флаги в этот день можно было видеть и на балконах, и окнах, и зеркалах автомобилей. Украшены были и фасады домов. В общем, все по всей стране пестрило бело-сине-красными цветами. А на главной площади Краснодара уже традиционно создали флаг из живых цветов. Для инсталляции использовали 20 тысяч бутонов роз, красного, синего и белого цветов. Над флагом трудились более 100 человек, флористы и жители города. Общими усилиями удалось создать композицию размером 8 на 2,5 метра. К слову, благодаря этой акции удалось спасти цветы от утилизации и подарить им вторую жизнь. Розы, из которых составляли композицию, не прошли контроль качества и могли отправиться просто в мусорное ведро. Но краснодарцы создали из них патриотическую инсталляцию. Мы выражаем свою гражданскую позицию творчеством. Участвуют разные социальные группы. Это молодые волонтеры, серебряные волонтеры 50+, творческие люди, флористы с города Искрая приехали, чтобы поучаствовать в этой акции. Мы создали этот флаг на 80% и 20% заканчивали жителей и гостей города Краснодара. В Краснодаре акция проходит с 2022 года. Это в прошлом году флористам удалось побить национальный мировой рекорд. Дню России в Краснодаре посвятили еще одну акцию «Велозабег». Около 50 горожан стартовали от кинотеатра «Аврора», чтобы проехать 5 километров и добраться до главной городской площади. Участники – молодежь. Родители с детьми и многие из них на такой акции впервые. Друзья позвали, я вас здесь совершенно первый раз. Это для меня классная возможность, я только-только переехала в этот прекрасный город, познакомиться с жителями Краснодара, с этими классными, добрыми, интересными людьми. Мы подготовили велосипеды, взяли флаги, подготовились, чтобы быть в одной одежде со знаками России. Классное мероприятие для популяризации здорового образа жизни, популяризации велосипедов. И это здорово, что молодежь и взрослые, и дети, все они приобщаются к спорту. По словам организаторов, велозабеги среди краснодарцев особенно популярны, поэтому подобные акции в городе планируют повторять. В День России президент страны в Большом Кремлевском дворце по традиции вручил золотые медали Герой труда Российской Федерации и Государственной премии в области науки, технологии, литературы и искусства за выдающиеся достижения в правозащитной и благотворительной деятельности за 2023 год. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин Российский лидер в приветственной речи поздравил присутствующих с праздником. Это праздник в честь нашей Родины. Мы отмечаем его с уважением к своей стране, с почитанием ее многовековой истории, заветов наших предков, их достижений и побед. Считаю необходимым, исторически верным отмечать День России как символ неразрывности тысячелетнего пути нашего Отечества. Путин добавил, что за все этапы развития Руси объединило много племен и народностей, которые сейчас одно единое целое современной России. Награды из рук президента, звание героя труда получили руководители организации, научные сотрудники, водители, машинисты и простые рабочие. Еще в начале апреля, напомню, губернатор Вениамин Кондратьев увеличил размер единовременной выплаты контрактникам, которые отправляются в зону СВО. С 500 тысяч рублей до 1 миллиона. Кроме того, по решению Вениамина Кондратьева дополнительно выплачивается 200 тысяч рублей за службу в именных подразделениях Кубани. К этой сумме прибавляем единовременную выплату в 195 тысяч рублей от Минобороны России и 250 тысяч от властей Краснодара. Получаем общий размер выплаты 1 миллион 645 тысяч рублей. И сегодня это одна из самых больших выплат из субъектов нашей страны. Тем временем мошенники начали красть деньги военнослужащих. Используют аферисты схему с безопасным счетом, а обманывают как самих участников СВО, так и их родственников. По телефону преступники сообщают, что военнослужащему грозит штраф за нарушение дисциплины и неисполнение служебных обязанностей. Как они делают выборку жертвы, неясно, но тем не менее злоумышленники угрожают списать 195 тысяч рублей со счета. Это размер единовременной выплаты военным по указу президента России. И в доказательство своих слов мошенники присылают приказ, безусловно, поддельный финансового обеспечения Минобороны. Далее по схеме, чтобы защитить накопление от списания, преступники предлагают временно перевести средства на специальный безопасный счет и потом обещают вернуть. На самом же деле никаких безопасных счетов нет. Деньги просто уходят мошенникам. По данным регулятора, банки в первом полугодии отразили почти 14 миллионов попыток кибермошенников похитить деньги у клиентов. Однако злоумышленникам все равно удалось украсть у клиентов банков более 4 миллиардов рублей. Чаще всего деньги похищались с использованием приемов социальной инженерии. Популярной остается схема, когда киберпреступники предлагают перевести деньги на безопасный счет. Со временем сценарий незначительно меняется. Преступники могут как уговаривать, так и запугивать жертву, но смысл остается прежним. Вас убеждают перевести куда-либо деньги. При любом повороте сюжета помните, работники Банка России не звонят на мобильные телефоны гражданам, не обращаются к ним через мессенджеры. А сотрудники правоохранительных органов не будут просить вас помочь в задержании преступника. Так ведут себя только мошенники. Если вам звонят с незнакомого номера и ведут разговор про деньги, то необходимо положить трубку и сообщить в свой банк номер, с которого вам звонили. Так этот телефон попадет в определенную систему и дальше уже этим вопросом будут заниматься правоохранительные органы. Фонд «Защитники Отечества» создал полный реестр всех мер социальной поддержки как для участников, так и для ветеранов СВО. Разделив их на федеральные и региональные и муниципальные. Мы совместно с ВИН-цифрой закачали их на госуслуги. И теперь каждый наш подопечный, заходя в свой личный кабинет, имеет возможность и понимание, что ему положено, проживая в той или иной территории. Цивилева также добавила, что фонд теперь может четко отслеживать все ли меры социальной поддержки получил военнослужащий. Первые строительные работы по укладке сетей в поселке Пригородном начнут уже в этом году. Об этом стало известно на встрече главы города с представителями многодетных семей, которые получили участки в этом районе. Евгений Наумов подчеркнул, что на повестке дня вопросы, которые интересуют жителей поселка больше всего, а это водоснабжение, электроснабжение, газификация, покос сорной растительности и прокладка дорог. Глава уделила особое внимание срокам выполнения работ. Представители власти также рассказали, что амброзию и другие сорняки на территории уже косят. В ближайшее время эту работу продолжат и вдоль дорог. Наши дороги мы прокашиваем натурную растительность. Створы дорог мы все равно должны выкашивать. Евгений Наумов поручил проработать временные меры по ямочному ремонту совместно со строительными компаниями. В дальнейшем там планируется ремонт дороги. Добавлю, вопрос поселка. Пригородного поднимался во время прямого эфира на радио Краснодар. Радиослушатель спросил у главы, будет ли решаться транспортный вопрос, поскольку из этой части города трудно добраться куда-либо кроме КМР. Глава краевой столицы отметил, что избежать подобных ситуаций можно исключительно путем строительства новых дорог и в частности восточного подъезда к городу. Уже разработана концепция создания транспортного коридора по улице Тихорецкой от Володарского до федеральной автомобильной дороги М4 Дон и далее со строительством подъезда к международному аэропорту Краснодар. Длина этого коридора порядка 40 километров. В филиале 102-й школы прошла ярмарка вакансий образовательных учреждений и детских садов «Знание сила». В таком формате она прошла впервые. На площадке школы собрались представители 40 учебных заведений, которые предлагают работу студентам и молодым педагогам. Школы и детские сады испытывают кадровый голод, поэтому остро нуждаются в воспитателях и учителях. В поисках сотрудников условия работы и заработную плату предлагают разную. Главное для работодателя, чтобы у соискателя было желание передавать знания и воспитывать умное, физически развитое и креативное подрастающее поколение. На ярмарку вакансий сегодня пришла и Миланя Нананян. Девушка учится на третьем курсе педагогического факультета Кубанского госуниверситета и уже ищет подходящее место для работы. Признается, что с одним из работодателей уже договорилась о собеседовании. Здесь очень много вакансий, все такое интересное. И на удивление здесь еще детские сады. Даже я не рассматривала этот вариант. Очень интересно, много нового для меня открывается. Разговариваю с работодателями, рассматриваю вакансии. Молодые педагоги узнают о вакансиях. Это самый такой непосредственный метод. И мы можем непосредственно разговаривать с работодателем. И, может быть, прямо на месте и решить, куда пойдем работать. Разнообразие вакансий и учебных учреждений на ярмарке приятно удивило и заместителя главы Краснодара Лилиану Егорову. Она отметила, что именно благодаря таким площадкам, где возможен очный контакт работодателя и соискателя, получится привлечь в отрасль образования много молодых специалистов. Ведь именно тут у них есть уникальная возможность пообщаться с опытными старшими коллегами, которые могут подробнее рассказать о тонкостях профессии. «Когда мы учимся, в реальное учреждение мы попадали редко, или реальный сектор экономики, или производства. И что нас ждет? Ну, мы так предполагали очень условно. А наша задача – показать, что такое современное образование. И когда дети увидят, я уверена, что уйти из этой школы, имея педагогический диплом, или из такой школы, или из современного детского сада, ну, уже практически невозможно. Надеюсь, что они все будут наши». Ярмарка вакансий в отрасли общего и среднего образования для Краснодара – новый формат диалога между работодателями и соискателями, отметил руководитель Центра занятости Александр Костанов. По его словам, такой формат уже дает положительные результаты. За первые часы работы площадку посетили десятки студентов краснодарских вузов. «Мы сегодня впервые проводим в таком формате ярмарку. Назвали ее «Знание Сила». Сегодня в уникальный формат, потому что мы проводим это не в кадровых центрах наших, центрах занятости, а именно на базе школы. Самой крупной школы у нас в городе. Поэтому ради эксперимента решили здесь провести и, как видите, довольно успешно». Ярмарку «Знание Сила» планируют сделать ежегодной, отметила заместитель главы Краснодара Лилиана Егорова. Точками сбора работодатели и соискатели также останутся школы краевой столицы. Лилия Пасмурова, Алексей Попов, телерадиокомпания «Краснодар». Краснодар активно развивается и, соответственно, строительство социальных объектов набирает обороты. И совсем скоро в районе ЖК «Самолет» появится новая школа на 1550 мест. И здание уже готово на 64%. Будущую школу посетила заместитель губернатора Анна Менькова. «Отставаний нет. Мы уже приступили к работам по благоустройству, по забору ограждения территории ведется. Внутри площадочные инженерные сети. Внутри ведутся у нас уже отделочные работы. На пищеблоке уже плитку кладем». Школа будет оснащена всем необходимым. Предметные классы, столовая, кабинеты для кружков и секций. Заниматься спортом школьники будут на стадионе и в тренажерном зале. А для культурных вечеров строят целый амфитеатр. Еще один важный момент, на который обратила внимание Анна Менькова кадры, которые будут обучать ребят. «Уже должно быть у вас понимание, кто здесь будет работать. То есть оборудование само собой, но дальше кадры. И понимание, кто будет работать». Новый социальный объект снимет нагрузку с соседних школ. В планах сдать до конца этого года. Про малышей тоже не забыли. Для них возвели новый детский сад. И уже в сентябре этого года он примет более 250 ребят. Учреждения оборудуют отдельные входы для ясельных групп и тех, кто постарше. Столовую, зоны для занятий, сна и прогулок на свежем воздухе. Глава Краснодара также посетил территорию будущего учебного возведения. Сейчас в фестивальном районе стоит вопрос об участке дороги от улицы имени Константина Образцова, где проведут реконструкцию. Евгений Наумов отметил, что необходимо выполнить первый этап реконструкции до 1 сентября. Это участок от улицы памяти Чернобыльцев до пересечения с улицей Образцова. Общая протяженность обновленной дороги будет более полутора километров. Всего подрядчик расширит и обустроит современные инфраструктуры. Четыре участка по улице Образцова от дома номер 22 до улицы памяти Чернобыльцев, по улице памяти Чернобыльцев до Семиренко, от памяти Чернобыльцев по Образцово до Эльбрусской и по Эльбрусской до улицы Семиренко. Заместитель главы города Владимир Архипов рассказал, что на время работ будущей школе обеспечит временный проезд транспорта. Проезд мы сделаем здесь временный. Вся та часть через пешеходный переход прошли, попали в эту кроталку. И как люди проходят здесь, там есть и тротуары, и дорога, и также попадают сюда. Хорошо транспортный будет подходить к школе. Вы имеете личный? Личный, завод продуктов питания, всего остального. Нет, по пожарному проезду. Новая проезжая часть будет иметь две полосы, каждая по 4 метра. Обустроят и тротуар, велодорожку и возведут почти километр ливневой канализации. И перестроят инженерные сети. По словам подрядчика, контракт на выполнение этих работ заключат уже в этом месяце. А полностью завершить реконструкцию планируют в 2025 году. А уже совсем скоро недавние школьники станут студентами. Часть экзаменов уже позади. Выпускники сдали русский язык, математику, географию и другие предметы. И каждый раз с нетерпением ждут результатов. Отслеживать можно на сервисе госуслуги. Чтобы посмотреть результаты ЕГЭ, необходимо авторизироваться в личном кабинете. Далее переходим в раздел «Документы образования». В среднем итоге публикуют в течение 10-14 дней. Кстати, в 2025 году после оценки загруженности учеников будут полностью синхронизированы школьная программа и ЕГЭ. Сейчас правительство, по словам заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко, готовит проект новой системы оплаты труда педагогов, чтобы снизить разницу в доходах учителей в регионах. И студенты в 2025 году смогут получать диплом в электронном виде. А вместо бакалавра в новую систему войдет понятие «специалист». Болонская система, как уточнил Чернышенко, отвечала не в полной мере запросам работодателей в нынешней экономической ситуации, которая быстро меняется. И все эти изменения будут направлены на устранение дисбаланса подготовки и на повышение качества образования. Сегодня, по словам заместителя председателя правительства современной экономики, нужны специалисты новой формации. Самый популярный вариант отдыха ребенка на летних каникулах – поездка в оздоровительный лагерь. Но собирая чадо, нужно заботиться не только о средствах личной гигиены и одежды, но и оформлении ряда справок. Что берем, как получаем справки и чем вообще современные дети там занимаются, расскажет моя коллега Дарья Безинская. Что ж, летнюю жару мы уже прочувствовали в полной мере и пора отдыхать. Особенно эта тема касается детей, потому что уже для них заработали летние лагеря. А как туда попасть? И сейчас мы находимся в лагере Дубрава, чтобы узнать у самих отдыхающих и у его сотрудников, как же это сделать. Дубрава – один из более чем 90 лагерей, где ребята могут отдохнуть. В этом году здесь готовы принять полторы тысячи подростков. Среди них Кира Кузнецова. Ее смена «Артстарт» началась 5 июня. Впрочем, большинство участников смены уже старшеклассники. Они побывали и в других лагерях и могут даже дать совет, что брать, а что не брать с собой. Во многих лагерах были на Дубраву, пока в Сардельчике. В Орленке, в Морской волне, в Прокемпе, но вы где. Канцелярию, одежду, которую не жалко испортить, и головной убор. И незапрещенку. Там высылают список, ее брать не надо. Сейчас в Дубраве идет творческая смена. Каждый день для ребят устраивают конкурсы, дают задания, чтобы сплотить отряды. Учат разным видам искусства. Лично я провожу неформальное образование по раскрепощению их голоса, их тела, чтобы у них не было зажимов во время выступлений на сцене. Вчера, например, выводил их на стадион, и они выкрикивали все свои самые заветные слова, которые в городе, как они сказали, не могут никуда выплеснуть эти эмоции. Они кричали в лес, и это была полная эмоциональная разгружка у них. Все им завидовали. Всего в лагере проведут пять смен для подростков вплоть до 28 августа. Это вышевозможного поколения «Время твоих возможностей» «Дубраво-арт». Для участников выступят известные спикеры, проведут тренинги по развитию талантов и приобретению навыков, и будут организованы различные спортивные и творческие мероприятия. Дубраво у нас площадка для реализации своих возможностей, как спортивных, так и духовно-нравственных. Дубраво пользуется большим спросом, хотят остаться здесь все дети, те, которые приезжали сюда хотя бы один раз. Для участия в летних сменах необходимо предоставить заявление от родителей, паспорт одного из родителей с краснодарской регистрацией, паспорт и медицинский полис ребенка. Документы принимают в городском управлении молодежной политики по адресу Красная 118. Подробности можно уточнить по телефону, который сейчас на экране. Кстати, предусмотрена доставка автобусом из Краснодара сразу в лагерь. И родителям важно уточнить важные детали. Например, какие условия проживания в домиках или в палатках, потому что у нас в крае работают и нестационарные места для отдыха. Какое будет питание? Обычно оно должно быть пятиразовым. А также можно заранее узнать об образовательной и развлекательной программе, которую обычно устраивают в детских лагерях. И, наконец, будет ли связь? Потому что Дубраво, например, находится рядом с легендарной горой Собербаш, и связь здесь ловит только в определенных местах. Узнав все важные нюансы, можно смело отправлять ребенка на отдых. А Кира Кузнецова советует запастись хорошим настроением, а сильно баловаться, как родители в пионерлагерях, не стоит. Иногда, в моментах, и немножечко, совсем чуть-чуть. Какого-нибудь зубной пасты и набрады? Нет, так нельзя. Аллергия может быть. У нас такой хороший отряд, такие прекрасные вожаты, интересные мероприятия, безумно интересный сон часы, на которых мы обсуждаем вечерние мероприятия и готовимся к следующему дню. Всего в крае летние лагеря на Черноморском и Азовском побережье в Придгоре готовы принять более 375 тысяч активных и задорных участников. С ними занимаются опытные вожатые, которые проходят подготовку и имеют опыт работы с детьми. Смены обычно делятся от двух до трех недель, питание предоставляют пятиразовое. В хорошем лагере обязательно организовывают досуг и мероприятия, обучение, экскурсии. Все это важно, чтобы дети зарядились витамином Д, свежим воздухом и силами на следующий учебный год. Дарья Безинская, Константин Поддубный, Данила Остапенко, телерадиокомпания «Краснодар». Владимир Путин заявил, что физкультура и массовый спорт должны стать доступны всем россиянам. Российский лидер также отметил, что необходимо стремиться к тому, чтобы как можно больше людей в стране занимались спортом. Для этого нужно создавать условия. Все мероприятия, по словам президента, направленные на решение этой задачи, должны финансироваться государством. И процесс превращения спорта в прибыль, который наблюдается, по словам Путина, в последнее время, не имеет оснований. В России по предложению вице-премьера Дмитрия Чернышенко появится отдельная комплексная программа по спорту, в которую войдут и массовый спорт, и крупные соревнования, и развитие спортивной инфраструктуры. А к 2030 году в планах вовлечь в занятие спорта 70% россиян. Как сейчас обстоят дела с доступным спортом в Краснодаре, расскажет моя коллега Лилия Пасмурова. Привлечь 70% россиян к спорту. Такую задачу правительству поставил Владимир Путин. Активно реализует эту инициативу и в Краснодаре. В спортивных центрах города работает множество бесплатных секций по мини-футболу, теннису, плаванию и акробатическому рок-н-роллу. 57 ребят занимаются в спортивном центре «Стань чемпионом» акробатическим рок-н-роллом бесплатно. По словам тренера, это уникальный вид спорта. Это постановочный танец, который сочетает хореографические и акробатические элементы. Занятия абсолютно точно пойдут на пользу всему организму, особенно детям. Акробатический рок-н-ролл позволяет укрепить все мышцы, формировать осанку, растяжку, положительно сказываются на психоэмоциональном состоянии и позволяют обрести уверенность в себе. Общая развивающая программа включает в себя физическое развитие детей. Она позволяет тренерам выявить наиболее перспективных и одаренных деток для более серьезной спортивной подготовки. Второе направление – это уже многолетний процесс подготовки спортсменов высокого класса. Включает в себя базовую общую физическую подготовку, специальную физическую подготовку, техническую, тактическую подготовку. Мария Семина занимается акробатическим рок-н-роллом в этих стенах почти год. Школьница рассказывает, что в таких секциях можно не только хорошо провести время, но и выучить новые танцы, которыми потом можно будет удивлять родственников и друзей. Мне очень нравится, что я здесь нашла новых друзей, хорошее общение. Мы все вместе проводим время. Спорт он развивает выносливость, силу. Мне очень нравится заниматься акробатическим рок-н-роллом и я хочу продолжать заниматься дальше. Плавание – одна из наиболее массовых секций в спортивном центре. Сейчас здесь бесплатно занимается около 800 детей, а до конца года количество учеников планируют увеличить до 1000. Для ребят доступны несколько программ. Одна из них – плавание для всех, которую реализует по поручению президента Владимира Путина. 36-часовая для школьников. Тренер говорит, что благодаря возможности ходить в секцию бесплатно удается воспитать больше будущих чемпионов. Это очень классно. Это массовость, которая позволяет нам, как тренерам профессиональным, тренерам отобрать из большого количества детей более перспективных, более предрасположенных к нашему виду спорта и уже направить в большой спорт. Обучение, как правило, работы ног, ну и освоение двух базовых стилей плавания – это кроль на спине и кроль на груди. 14-летняя Арина Сулейманова на плавании ходит сокрытие центра. С помощью тренера ей удалось поехать на первые городские соревнования. В этих стенах девочка реализует мечту обрести звание мастера спорта. Плавание, оно укрепляет здоровье. Мы закаляемся, и у нас идет нагрузка на все тело. Это очень важно, так как мы больше трудимся, у нас больше возможностей в таких комплексах. Спорт в Краснодаре становится все более доступнее для горожан всех возрастов. С каждым годом во дворах появляются новые спортплощадки. Открываются крупные центры для развития и популяризации спорта. Лилия Пасмурова, Александр Шереметьев, Данила Стапенко, телерадиокомпания «Краснодар». Эта неделя в Краснодаре мы продолжаем. Южные регионы приступили к сбору урожая. На Кубани стартует уборка зерна. О готовности аграриев и как идет работа в материале моих коллег. Кубанское богатство колосится на полях под Краснодаром. Это опытные поля, считает демоверсией комплекса региона. Здесь новый дом после лаборатории находят селекционные семена. Их испытывают на прочность в реальных условиях. Уже по сложившейся традиции, каждый год перед уборкой озимого урожая к ученым приезжает губернатор и первым делом лично поздравляет нашу легенду, маму кубанской пшеницы, как ее уже успели прозвать Людмилу Беспалову. Под ее руководством на свет появились больше 170 сортов зерновых культур, а 99% наших полей засеяны зерном ее селекции. Герои труда, тех, кто делает продовольственную безопасность, кто создает жительницу для всей страны, это нашу Кубань, они удостоены таких высоких наград. Герой труда России, это же Кубань у нас в агропромышленном комплексе первая. Современная Кубань, номер один. Дмитрий Иванович, но вы же каждый год на наших полях, вы каждый год нас смотрите, оцениваете, производство ориентируете на науку. Это настолько дорого. Я только ориентирую на вас, а вот вы оцениваете и делаете все, чтобы был урожай. Вот это ваша заслуга. Вот это и есть заслуга перед страной. В национальном центре земной имени Лукьяненко гордятся проделанной работой демонстрируют посевы этого года. Поле уже застилает желтый ковер. Урожай созрел на пару недель раньше. Мягкая погода позволила. В некоторых районах страда уже стартовала. Закрома начинают заполняться тоннами высококачественного зерна. Уборка началась. Уборка началась. Я думаю, что урожай, налив, прошел хорошо. Посмотрите, какое крупное зерно. Видите, да? У нас в последние годы где-то 80% это третий, четвертый класс. Да. Третий, четвертый класс. Дай бог, чтобы в этом году было не хуже. В руках у губернатора новый сорт «Арена», который уже себя зарекомендовал. А это очень ранний сорт «Изабелла», который создали в прошлом году. Уже понятно, что она будет весомым вкладом в общем кубанском каравае. Наше кубанское золото, между прочим. Да. Посмотрите, какая пшеница. Крупная, тяжелая, тяжелая. А я думаю, что дай бог. Будет очень увесистый урожай. Увесистый. Посмотрите. Какая радость на Кубане, что у нас есть предмет гордости. На все времена это пшеница. Пшеница. Вот такая пшеница. Модельный ряд зерновых в этом году пополнился уникальными сортами. Расширили линейку третикалии, из которых теперь можно печь пышные булки. Селекционеры называют это настоящим прорывом. Укрепились твердые сорта пшеницы, которых раньше вообще на Кубане не было. Появились Нил, Милаша и Век. Сорт, который вывели в честь столетия научной селекции. Обычно сорта бывают или очень урожайные, или очень качественные. Потому что очень-очень трудно обнить эти две характеристики в одном. И вот здесь это гармонично сочетается. Сейчас успешно внедряется в производство замечательное красивое зерно крупное и огромное количество белка и клейковины. А нарисовали это зерно крупное такое? Или на самом деле оно такое? Да, это ощущение, что даже приуменьшили. Оно еще больше ложку не поменьшается. Такое качество зерна удается сохранить при растущем из года в год разнообразии сортов, впечатлен губернатор. А Людмила Беспалова рассказывает формулу успеха. Работа ученых вторит национальным интересам страны. Чем мы богаты? У нас разная пшеница. У нас разные семена. У нас генофонд огромный. Вот это наше самое большое богатство. Семенной фонд пшеницы. Разной. Разной. Но это, Вениамин, благодаря вам. Вениамин Иванович, почему мы в этой жесткой конкурентной борьбе вышли победителями с иностранными мощными фирмами? Потому что у нас государственная поддержка, у нас институт государственный. Мы используем разные источники дикие, для которых надо много лет работы. А там же делают аналоги. Понимаете, да? И генофонд их вот такой. Если наш, извините, вот такой, то это вот такой генофонд. И, естественно, все иностранные фирмы, они лезут сюда за этим генофондом. Абсолютно верно. Потому что никакой участник, он не вкладывает больших денег для создания. Это, наверное, правильно, потому что это государственный приоритет. Вот сегодня. Продовольственной безопасности. И поэтому сегодня мы говорим, мы всегда будем слебом. На все времена. Всегда будем слебом. Эти сорта должны показать себя в первую очередь на поле и обеспечить достойный урожай региону. Как провести работы максимально эффективно в этом году, чтобы не потерять ни одного колоска, обсуждали на большом предуборочном совещании. С опорой на ученые умы ставят задачи для аграриев. В первую очередь, Вениамин Кондратьев обозначает рекомендованные сроки уборки. Сроки у нас сжатые. Вот мы все вместе обсуждали. Мы говорим, две недели, там, максимум 15 дней. А Артинопавловна говорит, неделя. Ну, конечно, все понимают, что за неделю это невозможно. Но за 15 дней, за две недели, точно мы должны все убрать. Вот озимую пшеницу мы должны убрать. Иначе начнем терять. Вы сами понимаете, состояние колос. Исходя из той погоды, которая сегодня за окнами говорит о том, что у нас нет времени на раскачку. Уборочная страда идет. Уборочная компания уже везде. У нас есть все шансы получить достойный урожай в этом году. Всего в этом году в уборке зерновых задействуют более 40 тысяч сельхозмашин, в том числе почти 8 тысяч комбайнов. Куратор блока АПК докладывает, что хозяйство полностью обеспечено горюче-смазочными материалами и дает свою практическую рекомендацию аграриям. Здесь присутствуют руководители хозяйств и заместители глав, и начальники сельхозуправления. К сожалению, не все вовремя заходят в поля. Все дожидаются влажности 12-10%, кто-то 9%. Ни в коем случае этого не нужно ждать. Нужно заходить, 14 влажность есть и пошли. Вы пока будете настраиваться на этом поле, у вас за 2-3 часа эта влажность уйдет. Второй момент. Многие из руководителей агрономических служб говорят, что мы начнем с раннеспелых, а среднеспелых чуть-чуть подожду. Мониторинг полей созревания пшеницы должен быть ежедневным. Губернатор призывает аграриев прислушиваться к рекомендациям наших ученых. Другим регионам страны приходится ждать их визита, чтобы задать все интересующие вопросы и получить ценные указания. Рецепт сбора качественного урожая с первых уст Валентины Василько. Чтобы не потерять урожай, необходимо помнить, что комбайны надо настраивать при переходе с каждого поля. Но опять-таки, вы знаете, настолько пестрая картина в крае. И сейчас, если вы едете, то у одних еще практически зелень просматривается, а у других в полях уже неделю как пшеница стоит желтая. Но это же разное по качеству зерно будет. Поэтому настройка комбайна как никогда актуальна в условиях этого года. По мнению Людмилы Беспаловой, использование разных сортов и грамотная обработка почвы обеспечат аграриям достойные результаты. Полученых со своей стороны проводит для этого масштабную селекционную работу. Наша программа сегодня – это генетика, это биотехнология, это селекция, семеноводство, естественно, высокая потенциальная урожайность. Высокая работа у нас на устойчивость к патогенам, на стрессам абиоптического характера, то есть морозам, засухам, жаре и прочее, вымоканию, выприванию. Сегодня допущено 111 сортов генетически разнообразных. На общий результат работает и законодательная база. Закон о семеноводстве сельскохозяйственных растений в Краснодарском крае. Основное – установление специальных семеноводческих зон с особым режимом товарного производства, включающего строго определенное расстояние между посевами. Это предмет регулирования. Выделение и размножение новых высоковрожайных сортов и гибридов сельхозрастений. Второй закон – это поправки в краевой закон о плодородии, направленные на борьбу с амброзией. Она причиняет не только биологический, но и технологический ущерб окружающей среде. Я уверен, что оба этих документа будут способствовать повышению урожайности, достижению новых сельскохозяйственных рекордов. Глава региона особо отмечает. Наш агропромышленный комплекс и фермеры в том числе выполняют важную государственную миссию – обеспечивают продовольственную безопасность не только региона, но и страны. Поэтому краевые власти сделают всё необходимое, чтобы поддержать наших аграриев. Нам нужно добиваться результата и сохранить в целом агропромышленный комплекс. В целом и фермеров тоже. Каждый на счету. Я понимаю, что вы максимально в рамках оплённой турбулентности, конечно, не защищённые. Но государство – край. Ну, конечно, сделает всё, что в вас защитить, и вы продолжили работать. Не переживайте. Без государственной поддержки. Если нужно, мы её увеличим. Фермеры не останутся. Мы её максимально направим туда, где тонко. Потому что нам надо сохранить наш высокотехнологичный агропромышленный комплекс. Как и любую отрасль экономики нужно сохранить. Нужно сохранить. Это же люди. Это семьи. Это гарантированные зарплаты. Это еда. Это жизнь. Вот что сегодня важно. Но все вместе. Мы должны все вместе это понимать. Что касается грядущей страды, в регионе предстоит обмолотить 1,9 миллиона гектаров озимых зерновых. Уже на старте пшеница ячмень демонстрирует внушительную урожайность, что даёт надежду на весомый урожай 2024 года. А в планах у Кубани в этом году собрать не меньше 14 миллионов тонн зерновых и зернобобовых, чтобы накормить кубанским хлебом не только жителей аграрного края, но и страны. По данным базы объявлений Яндекс.Недвижимость, за май средняя стоимость квадратного метра в новостройках в городах-миллионниках увеличилась в среднем на 0,5%. Ну а годовой рост стоимости составил 22,4%. И Краснодар в этом числе. К слову, среди городов-миллионников нет ни одного, где цена на новостройки сократилась. Итак, за последний месяц цена за метр на первичном рынке Краснодара увеличилась на 0,7% и достигла отметки в 170 тысяч рублей. И в целом за год стоимость квадратного метра в первичном жилье города выросла на 10,3%. Столица Кубани входит в пятерку миллионников с самыми дорогими новостройками. Лидером роста цен на новостройки в мае стал Омск, на втором месте Нижний Новгород, на третьем Новосибирск, далее уже идет у нас Воронеж и замыкает пятерку Красноярск. Кстати, в Москве, которая в целом имеет очень высокую стоимость, квадрата более 341 тысячи рублей, относительно апреля отмечается сокращение стоимости на 1,4%. В ближайшем квартале мы можем ожидать сокращения годового разрыва цен. Это произойдет из-за коррекции стоимости на первичном рынке, который мы видим уже сейчас. Из 16 миллионников в 6 мы видим большое сокращение стоимости новостроек, еще в 5 городах рост не превысил 1%. Знакомая многим фраза «мужчина должен построить дом, посадить дерево, вырастить сына», но есть и в народе продолжение, видимо, ответ от мужского пола. Женщина это дерево должна поливать, дом убирать и кормить супруга и ребенка. Мужчины нередко обвиняют женщин в меркантильности, а женщины в ответ упрекают мужчин в жадности. Вообще, у меркантилизма разумных граней нет. Да, мы уверены, что весь мир вращается исключительно вокруг их интересов и будут требовать от партнера желаемое. Бывает и обратная история со стороны мужчин. Как понять, общаетесь вы с помешанным на деньгах партнером, способным оценивать вас только по толщине кошелька и сколько на самом деле готовы тратить краснодарцы на своих любимых, а сколько нужно краснодаркам для полного счастья, чтобы мужчина не потратил все свои накопления на барышню, пыталась понять моя коллега Татьяна Леонова. Спор современного мира. Кто должен зарабатывать? Мужчины или женщины? Где начинается меркантильность и заканчивается любовь? По данным опросов многих аналитических агентств, большее количество мужчин готовы тратить на свою даму от 20 до 50 тысяч рублей в месяц, а представительницы прекрасного пола от 5 до 20 тысяч рублей. Для большинства принципиально важно, чтобы женщина работала вне зависимости от ее дохода. Кто-то хочет знать, сколько женщина получает. Для 13% это не имеет значения. Согласны, что мужчины должны нести большую финансовую нагрузку в отношениях, делить расходы пополам готовы 28%. А почти 90% женщин смотрят на доход своего потенциального партнера и только лишь для 13% россиянок это не важно. А вот что о доходах и расходах своей второй половинке думают краснодарцы. Вот 200 миль. Ну и сколько из этих денег он должен просто на вас тратить? Ну конечно все. Мужчина должен зарабатывать больше миллиона. Это должен быть общий семейный бюджет или он там за все платит. Если мужчина зарабатывает, то это общий семейный бюджет. Если женщина, то это женщина бюджет. Общий бюджет обязательно, конечно. Вы готовы на своего мужчину тратить какую-то сумму, подарок? Ну если он, конечно, не Альфонс, там квартиру, например, за него снимать я не собираюсь, но подарки, конечно, приятно. Мне же самой тоже приятно получать и отдавать тоже. Ее зарплата – это ее зарплата, а я должен якобы обеспечивать всю семью. Правильно? И вот от этого будем отталкиваться. Точно не могу сказать, сколько. В зависимости, сколько буду зарабатывать. И от ее, наверное, потребностей своих. Ну пускай будет по Краснодару 1200. 200-300. Дотратить, ну сколько он может себе позволить. Ну пускай будет половина. Но не все мужчины готовы взять ответственность за свою женщину. Чего уж и говорить, не все берут ее за себя. Схема не новая. Сначала знакомятся с девушкой, влюбляют ее в себя. Потом садятся на шею барышням, которые их начинают обеспечивать. Называют таких альфонсами. Именно под влияние одного из них и попала Дарья Лазаревич. В интернете с ней познакомился симпатичный парень. Начали встречаться спустя время жить вместе. И вот тут на девушку легла основная статья расходов. Оплата продуктов, коммуналки, покупка одежды. Когда зарплаты перестало хватать, девушка взяла кредит. Парень к тому времени уже не работал. Ой, у меня опять с работы не сложилось. Там какие-то все нехорошие люди. Я их не понимаю, они не понимают меня. Давай я еще поищу. Хорошо, ищи. Ну думаю, ладно, человек ищет себя. Бывает. Во-первых, изначально нельзя смешивать дружеские, любовные отношения, смешивать с деньгами. Никогда. Ни к чему хорошему это не приводит. Если начинаются какие-то первые звоночки, лучше завязать с этим сразу. История для нее завершилась благополучно. Сейчас Дарья практически избавилась от долгов. Она замужем и счастлива. Если у нее, у женщины есть какая-то психологическая травма, то они соглашаются на более простые какие-то варианты. Женщины рядом с такими мужчинами чувствуют себя более значимыми, более сильными. Получают признание, получают обратную связь в виде комплиментов, каких-то поощрений. К счастью, порядочных мужчин достаточно. Именно так про своего мужа Алексея Норкина говорит Анна. Вместе пара уже более 20 лет. За это время они успели не только родить четырех детей, но вырасти и в финансовом плане. Анна уверена, что главное в отношениях – это любовь, взаимоуважение и понимание. Именно на этих трех китах им удалось построить счастливую и крепкую семью. В тот момент, когда я его видела, я сразу поняла, что вот это мой человек. У меня не было планов, чтобы он был финансово обеспеченным. Уже какие-то статусы, женщины. Да и в тот момент мы были просто обычными студентами, не из богатых семей. И все, что у нас сейчас есть, мы, конечно, своим трудом заработали вместе, вдвоем, проходя весь этот путь за руку. Анна признается, что и у них в отношениях были периоды, во время которых женщина поняла, что нужно иметь свой личный доход. Сейчас она бизнесвумен. У Анны свой магазин на платформе известного маркетплейса. При этом она помогает мужу в его работе. Когда у нас появился первый ребенок, мне тоже было очень комфортно просить какие-то вещи, потому что и квартира была в ипотеке, и ребенок родился, и Алексей работал на трех работах одновременно. И я понимала, что нужно кредит выплатить и все остальное. С одной стороны, даже язык не поворачивался, что-то просить. Но в тот момент я, наоборот, думала в том, что для меня и собственные деньги всегда важны. Современный мир нам диктует условия и такие тренды, чтобы все успевать за одну жизнь. Это, на самом деле, непросто. И сегодня современная женщина, она реализуется по всему колесу баланса, по всем поприщам, по всем сферам. Она хочет быть матерью, она хочет быть женой и хранительницей очага, и в то же время еще и бизнес-леди реализоваться в других сферах. И это возможно, если есть на это силы, ресурсы и поддержка. Модель семьи Норкиных идеальна в ее классическом понимании. Мужчина зарабатывает, а женщина не только занимается домом и детьми, но и успевает реализовать себя. Я считаю, что мужчина должен обеспечить свою семью базовые потребности безопасности. Ну, финансы – это тоже часть безопасности. Важно на начальном этапе проговаривать это. Если вы не проговорили, то оно как-то сложит. А если как-то сложилось, то вот тогда и дальше следует это. Потому что дальше могут быть конфликты. Потому что кому-то, может быть, не заходит такая история, такая система. Что важно – деньги или любовь? Рассуждать на эту тему можно бесконечно. Тем более, что для комфортной и безопасной жизни, как ни крути, финансы важны. Но и без чувств, любви, эмоций, жизнь не играет всеми красками. Здорово, когда происходит симбиоз. Но чтобы к этому прийти, видеть идеальную картину мира, будущая пара должна еще на берегу. Татьяна Леонова, Александр Шереметьев, Константин Подобный и Данила Стабенко. Телерадиокомпания «Краснодар». В Краснодаре миллионники сотни остановочных павильонов. И за редким исключением за какой-то из них не стыдно. Большинство же из них выглядят именно так, будто их не мыли с того дня, как установили. На мутных стеклах в несколько слоев наклеены пожелтевшие на жаре объявления. Ну и завершающим штрихом кто-то поверх этой красоты еще и баллончиком с краской пройдется. Общественники запустили социальную акцию. Главная цель – борьба с незаконной рекламой на остановках общественного транспорта. Обычно телевизионщики и киношники такому фону не рады. Но что подумает зритель, когда увидит такую страшную остановку? Наверное, о том, что сейчас будет что-то про постапокалипсис или антиутопию. Но на самом деле таково положение дел большинство краснодарских остановок выглядит именно так. Состоянием остановок занимались специалисты Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления, но силы были неравны, поэтому подключилось движение «Транспортная инициатива». Два года они сами чистили остановки от объявлений. В том числе и руководитель общественной организации Марина Репещук не просто срывала листовки. Снимала и выкладывала в сеть, чтобы подать пример другим. Дело в том, что все объявления наклеены незаконно. Для рекламы есть отдельные места, но их нужно оплачивать. Мы обратили внимание на то, что только лишь доля процента тех, кто расклеивает объявления, это люди, которые возможно там не имеют финансовой возможности что-то оплатить, либо это объявления о потерянных кошечках и собачках. Подавляющее большинство объявлений расклеивают представители бизнеса, расклеивают объявления риэлторы о продаже газа, расклеивают объявления и так далее. А так тратят деньги только те, кто ухаживает за остановками, то есть специалисты КТТУ и коммунальщики. На эту работу и оборудование уходят средства из городского бюджета. То есть фактически компании незаконно рекламируют себя за счет налогов простых людей. Транспортная инициатива совместно с администрацией города запустили полезную акцию «Остановка чистая». Для участия необходимо срывать незаконные объявления и выбрасывать их в урну. Весь процесс нужно снимать на видео. Далее ролик следует опубликовать в соцсетях с хэштегом «Остановка чистая». Профиль участника должен быть открытым. Среди пионеров борьбы с наглой рекламой Михаил Кузнецов. Чаще всего он курирует московский микрорайон, потому что работает рядом. По его наблюдениям, расклещики объявлений стали идти на ухищрение, чтобы их работу не сорвали. Я был свидетелем на Восточной Кугликовской. Ребята подъезжают на машине, берут лесенку быстро из салона, три ступеньки и стараются как можно выше, чтобы расклеить свою рекламу. Высосадятся и уезжают. Успевают сфоткать, что подсчет сделал своим рекламодателям. И клей используют, я не знаю какой. Уже иногда просто бумага смывается, а вот сама матовая клей, он остается. Что они за клей используют, мы даже не знаем. Работа Максима Решетова связана с поездками по городу, поэтому он обрывает объявления на разных остановках. На акцию откликнулся не ради призов. Считает, что каждый горожанин должен подключиться к решению этой проблемы. Только так можно остановить незаконную рекламу, которая не несет пользы, а только уродуют павильоны. Расклещики просто будут видеть, что их работа бесполезна и не будут больше клеить объявления. У нас заканчивается ответственность обивкой входной двери. Но если ты как минимум еще два лишних квадрата убираешь у себя на личной клетке, потом в парадной, потом, может быть, становишься старшим по подъезду, в городе в своем что-то делаешь, от этого же лучше тебе в первую очередь. Твое самосознание, твоя самоценность, твоя ответственность, она растет. И так вот, чем больше людей таких будет, будут объединяться в определенные сообщества, активистов, ну и на самом деле нам будет жить лучше. Екатерина Гончарова уже опубликовала видео с необходимым хэштегом, а еще привлекла к социально полезной идее дочь. Мы с Машунькой решили помочь избавить остановку от этих объявлений. Если честно, я так радовалась, когда установили остановки в едином стиле все, что, конечно, видеть то, как сейчас они изуродованы объявлением, очень печалит. Итоги акции будут подведены 7 июля. Самым активным меценаты города вручат подарки. И в рамках этой акции даже призы полагаются. Транспортные карты и телевизоры не только, но не в призах дела. Все-таки она направлена на то, чтобы каждый понял, если хочешь привести этот город в порядок, то начинай с себя. А еще подавай правильный пример своим детям. Дарья Безинская, Алексей Попов, телеорадиокомпания «Краснодар». Актуальные вопросы по развитию Краснодара на пресс-конференции с журналистами и блогерами Краевого центра обсудил главный архитектор города Илья Позняков. Строительство нового района в Краснодаре, подземное метро и изменения в нормах комплексной застройки. Обо всем этом Анна Барковская. Каждый год появляются новые кварталы и микрорайоны, а, соответственно, Краснодар растет и развивается. Встреча с главным архитектором краевой столицы собрала немало журналистов и блогеров, а потому вопросов накопилось много. Один из основных — строительство нового Краснодара. Это проект развития северо-восточной части города, где, согласно проекту, планируется застроить территорию порядка полутора тысяч гектаров. Осенью прошлого года проект представили губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву и главе города Евгению Наумову. Представители власти отметили, что приоритетом станет строительство социальных объектов. К слову, новая территория рассчитана примерно на 270 тысяч жителей. В ней будет предусмотрено строительство медицинского кластера, спортивной и социальной инфраструктуры. На данный момент концепция проекта уже сформирована. Особое внимание уделили транспортной инфраструктуре. Первое, с чего мы начали, это проработка транспортного каркаса. Здесь заложено несколько таких крупных функций, одна из которых предполагает возможность возведения подземного метро, соединяющего исторический центр с новым районом города, а также вынос трассы М4 Дон на второй уровень. Для реализации транспортного проекта специалисты прорабатывают вопрос финансирования. А что касается строительства нового района в Краснодаре, к концу года планируют передать земли реализатору, отметил Позняков. Кроме этого, главный архитектор региона рассказал об изменениях норм комплексной застройки. Теперь каждый крупный застройщик, перед тем, как выйти на площадку строительную, разрабатывает концепцию, то есть описывает всё, что он там хочет сделать. Готовит проект договора, который описывает его обязательства, в частности, строительство социальных объектов и дополнительные инфраструктуры для обеспечения этого жилья. Далее эту информацию застройщик передаёт в муниципалитет. Там специалисты проверяют проект на соблюдение всех норм и требований. Если они соблюдены, то переходит к следующему этапу. А это уже согласование в архитектуре края. Кроме этого, к проверке проекта привлекают ещё семь органов исполнительной власти региона, включая Министерство физической культуры и спорта, образование, дорожников и других. Таким образом, многоступенчатая система позволяет осуществлять дополнительный контроль за всей застройкой, отмечает Илья Позняков, и уберечь жителей от неправомерных действий строительной компании. Кроме того, одним из главных изменений комплексной застройки стала этажность новых зданий. «Можно сказать, исключили возможность строительства высотных многоэтажных домов до 24 этажей, которые можем, к сожалению, с вами наблюдать в большом таком объеме, в массовом. И опустили этажность с 24 до 9 с возможностью строительства высотных доминантов до 18 этажей, но в небольшом объёме. Увеличили плотность уличной дорожной сети в 5 раз. Можно сказать, что исторический центр, в котором мы с вами находимся, примерно соответствует тем параметрам, которые мы установили». Всего на территории края заключено 20 договоров комплексного развития территорий. Кроме этого, 16 площадок находятся в проработке. «Общая площадь территории, вовлечённых в комплексное развитие территории, составляет порядка 1250 гектар, на которых планируется реализовать на срок до 15 лет около 5,5 миллионов квадратных метров жилья». Озеленению в новых правилах уделили особое внимание. Теперь высадка зелёных насаждений – обязательная норма для застройщика. А именно около семи деревьев на каждые тысячу квадратных метров площади. Анна Барковская, Роман Недельский, Юрий Клочинов, телерадиокомпания «Краснодар». Хороших вам выходных. Увидимся ровно через неделю в это же время. Меня зовут Екатерина Тарасова. Берегите себя и оставайтесь с нами на телеканале «Краснодар». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова